В последний час у СМИ заявилась информация об створении в Гомском державном университете материалов, которые делают предметы небашными. Такие работы, правда, ведутся, хотя находятся пока на початковой стадии. Между тем, это не одни перспективные расплазовки, которыми сегодня занимаются в университете. Представка «Проблемная» в названии науково-доследствии лаборатории перспективных материалов свидетельствует о том, что тут занимаются проблемами, которые могут принести значные экономические дивиденды. Тымиш золь гиль-технологиями, например. У вугули, у першиню их, продемонстровали еще у 40-х годах минулого сагодя, але тады метод не знающого практичного применения. У Гомельском державном университете гэтой темой займаются ведьми щельно и лечите ее перспективной. Выкрыстание нанотехнологий дозволяя отрымлить материалы с любыми необходными якосами, а гэта ведьми запотребована в свете. Международные контракты, которые наша лаборатория постоянно выполняет с зарубежными партнерами и с корейскими компаниями, и сейчас китайцы интересуются этой технологией, и с поляками, и российские компании к нам постоянно обращаются с какими-то своими задачами. Ученые не утоивают. Не все промысловцы спешаются набывать сучастные распроцовки и выкрасовывать их на практице. Для многих по разным причинам больше легко набыть импортные аналоги. Хоть сказать об незапотребованности очинных ноу-хау у Беларуси все-таки нега. Лазерная установка, якая распроцована на кафедры радиофизики и электроники, зараз выкрасовываются на Барановском авиационно-аромотном заводе. Науковцы кажут, что за ЕЕ допомогой можно проводить целые шерох операций на деталях любых конструкций из любого материала. Причем за одночасовым видеоконтролем процессу. Зараз до ЕЕ сконструировали еще и специальную приставку, которая дозволяет опрацовывать тысяч деталей в самых тяжкодоступных местах. Все происходит в замкнутом объеме, лазерное излучение мощное, возникает плазменный факел, продукты испарения, необходима еще система удаления продуктов испаряемого материала изнутри, чтобы качество сварного соединения было соответствующим. Ну, задача была, конечно, сложная техническая, но она решена. У науково-доследжей лаборатории леса Беларуси разом с выкладчиками активно працуют и студенты старших курсов. По сутности, тут рыхтуют специалистов, які повинны ведать про грыбы усем. Основы проведения микологичных доследований в биологии и экологии грыбов, технологии их штучного выроштывания. Отременная дадзеная потом выкарстовывается у науковых докладах и у практичной деятельности. По выниках работы лаборатории у беларусских лесах уже закладены некакие экспериментальных плантаций. А прича того, есть подстава казать об махчимости вырошивания новых видов грыбов с лечебными якостями. Имеется тут и практическая задача, то есть введение в культуру или, как говорят, интродукция новых видов съедобных и лекарственных грибов. В этом аспекте мы очень тесно контактируем, проводим совместные исследования с Институтом радиобиологии, то есть исследования радиопротекторных свойств высших грибов. Тесно сотрудничаем с Институтом леса.